Пуля с крыльями, кормушка для животных с видеосвязью, телевизор, который ориентируется на ваши глаза. Вот такие интересные идеи запатентовали российские ученые. Юлия Макарова подготовила подборку курьезов. Большой брат следит за вами и будет следить еще пристальнее. Российские ученые придумали телевизор, который ориентируется на ваши глаза. Вот на какую область своего экрана вы сейчас смотрите и как хорошо видите все остальное. Обычно человек фокусируется на одной точке, все остальное воспринимает не очень хорошо. Так пускай телевизор сам определяет, на какую область экрана смотрит зритель и показывает ее хорошо. А все остальное в среднем качестве. Ведь программа и кино это гигантский поток данных, который нужно донести по ограниченному каналу. Качество по дороге теряется. Ну вот правда в патенте ничего совсем не сказано про то, как будут понимать, куда смотрит человек. Ведь индивидуальная камера не предусмотрена. Почему пули не летают, как птицы скоро полетят? Наши специалисты хотят приделать пули фактически крылья. Наверное так можно назвать, вот такие вот стабилизаторы. Зачем? Все совершенно прагматично, чтобы дальше смогла пролететь. Балансировать они ей помогут. Не зря ведь есть крылья и у птицы, и у самолета. Для улучшения аэродинамических свойств и пули они тоже нужны. Сбоку у пули проделывают специальные отверстия, куда эти самые крылья прячутся. При выстреле пороховой газа начинает давить изнутри. Специальная пружина выталкивает стабилизаторы наружу. Судя по описанию, вот именно так все и должно выглядеть. Пули многим, надо сказать, не дают покоя. Другая группа специалистов наделила их электрическими сверхспособностями. Это кое два в одном. И ранит, и током бьет. Внутри заряда расположен генератор электрических импульсов. Теперь вот представьте, стреляет такой пулей, та проникает в мишень, от этого ее форма деформируется, и это приводит к выработке напряжения, которое распространяется вокруг. Предназначены такие заряды для охотников в первую очередь. То есть, мало того, что животное ранят выстрелом, его еще и током бьют, который парализует центральную нервную систему. На такой ноте не хочу заканчивать. Расскажу еще об одном патенте, который, наоборот, заботится о братьях наших меньших. Дистанционная кормушка для животных, автоматическая, да еще и с видеосвязью. Тут, правда, сразу оговариваюсь, нечто подобное уже существует. Фурба, камера для собак. Например, вы звоните со своего смартфона на это устройство, питомец слышит знакомый голос и бежит к нему. Вы это все видите на своем экране, можете поговорить, поиграть, даже немного покормить любимца. Но это устройство не может показать вас, собаке. К тому же, еды совсем немного. Есть другое изобретение. Полноценная кормушка для маленьких животных, которая умеет записывать видео, отправлять на смартфон хозяину, а еще на нее можно позвонить и связаться со своим любимцем, как по скайпу. В чем же новость патента в деталях? Новая разработка рассчитана на любых животных, независимо от их размера. А еще в ней будет несколько, а не одна миска для кормления.